Снега в этом году много. Такой вывод можно сделать и без специальных замеров. Но таяние его должно пройти без чрезвычайных происшествий. Дело в том, что осенью земля успела промерзнуть в разных местах от 15 до 70 сантиметров. Поэтому весной ожидается, что вода пойдет по поверхности и не нанесет большого урона. Всё же в городе есть территория, где существует риск подтопления. В зону риска у нас село Амзер попадает, которая считается зоной катастрофическое затопление на случай прорыва дамбы Карманского водохранилища. Но это, скажем так, вероятность такова, что по расчетам один раз в 10 тысяч лет может происходить. Об этом и не только говорили в пятницу в администрации города. Первое заседание противопаводковой комиссии провел заместитель главы по жизнеобеспечению. Он определил ответственных за отдельные территории. Согласно постановлению главы Нефтекамска, подписанного 2 марта, все службы должны отработать выговоренные сроки, очистить оголовки труб, подготовить транспорт и плавательные средства, провести беседы с населением частного сектора и многое другое. Закрепленная территория, район Касева, село Ташкинова, Мух, Нефтекамск, водоканал. Вопрос есть? Из года в год, закрепленная территория. Да, да. Хорошо. Восточная 4-5, Баш-ФТС, Нефтекамск, филиал ВОО Баш-ФТС. Вопросов нет. Хорошо. Восточная 1-2-3, Мух, Нефтекамск, стройзаказчик. Нет вопросов. Кроме того, Забир Габдулин обратился к представителю Орландского УСПД. Именно они занимаются обслуживанием дороги, ведущей на полигон твердых бытовых отходов. Чтобы этой весной не повторилась прошлогодняя ситуация, когда Нефтекамск утопал в мусоре, необходимо уже сейчас подумать об этом и представить план работ. По проезду полигон были проведены работы силами Орландского УСПД и города по укреплению дорожного полотна, так как данный участок местности находится на балансе у нефтяников и, соответственно, и на территории Краснокамского района. Мы можем только оказать помощь. Таким образом, комиссии, ответственные за безопасное проведение паводка 2017 года, сформированные. Нижнекамская ГЭС будет сообщать о сбросе воды и уровня реки Кама. То же самое и с Кармановской ГЭС. На следующей неделе состоится смотр сил и средств, задействованных на случай наводнения. Населению частного сектора, которые ежегодно страдают от подтопления, стоит подумать о страховании имущества.